здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи израильский политолог и блогер михаил пиливерт здравствуйте михаил добрый день ну вот в израиле началась новая сессия парламентская и с трудом коалиции удалось избежать того чтобы она ушла в отставку но вот новая политическая бомба который бросил один из членов коалиции министр финансов и глава партии нд и авигдор либерман призвал внести изменения в закон о национальном характере государства напомню что он был с большим трудом принят и его добивались по много было поправок добивались отмены но он был все-таки принят еще прошлым правительством и вот теперь авигдор либерман предлагает внести туда поправки прекрасно понимая какая политическая буря начнется поэтому мой вопрос сразу по вашему мнению а зачем было это сделано сейчас ну прежде всего потому что у нас из всех неурегулированных скажем так вопросов нашем израильском обществе основным наверное является вопросу напряженность да между еврейским и демократическим характером нашего государства это еще покойно ныне глава правительства глава правительства глава правительства и цеха крабин говорил о том что на самом деле в израиле есть только вот один большой вопрос это не правы против левых а скорее религиоз израильтяне против евреев в израиле на самом деле до 2018 года не было прямого закона о национальном об определении национального характера государства были косвенные намеки на декларацию о независимости в декларации о независимости говорится что в израиле будет созданы создается очаг для именно еврейского народа национальный очаг но при этом не было отдельного закона который бы лег скажем так некую такую будущую конституцию в основу будущей конституции этот закон был принят 2018 году и справедливости ради надо сказать что писали его коротко и достаточно неясно то есть есть очень много моментов в этом законе которые можно было бы трактовать по-разному в зависимости от вашей политической принадлежности с одной стороны там сказано что например русалим является неделимость столицы израиля там сказано что еврей является национальным языком до сказано о том что миграционная политика основывается на законе о возвращении сказано о том что только евреи как национально как нация как народ имеют право на израиль как национальное государство национальный дом о чем там не сказано там Во-первых, не сказано о меньшинствах, которые проживают в Израиле и какими они обладают в Израиле правами. Есть ли у них вообще в принципе некие неотъемлемые базовые права. Напоминаю, что в Декларации о независимости Израиля говорится, что право на равенство перед законом является основополагающим. В законе о национальном характере этого не сказано. Во-вторых, закон, конечно же, писался с некой декларативной целью, писал его и предложил, проводил его в жизнь представитель партии Ликуд. В принципе, достаточно консервативной, объясним нашим зрителям, силы в израильском обществе. И основной целью было доказать всем, подчеркнуть жирным фломастерам, что арабы в нашей стране не имеют права на некую, скажем так, национально-культурную, даже автономию. В-третьих, цель была, конечно же, задеть чувства, национальные чувства израильских арабов, которые, кстати, считают себя прежде всего палестинцами. Во-вторых, там говорится о том, что статус арабского понижен, де-факто понижен с официального до особого статуса. В-четвертых, там ни слова не сказано о друзской общине, которая является очень лояльно израильскому, еврейскому, кстати, государству. Представители этой общины служат в израильской армии, служат очень часто, кстати, геройски. И многие представители этой общины тоже посчитали, что это несправедливо по отношению к ним. Интересно, что этот закон ведь, на самом деле, носит достаточно светский характер. То есть, там говорится, очень часто используется слово «еврейский народ», но нет прямой ссылки, прямого объяснения на то, а что же это такое еврейский народ, будем ли мы считать евреями только галахических евреев, не галахических и так далее. Это один из вечных наших проклятых вопросов израильского общества. Поэтому здесь его писали по закону, который сформулировал еще Наполеон, когда посоветовал писать конституцию французскую, коротко и неясно. В этом законе, соответственно, есть очень много чего, что может быть использовано нашим судом справедливости, богатцем, который может ухватиться за то или иное слово, трактовать достаточно широко, что такое равенство, какие базовые права должны быть закреплены в этом законе, насколько этот закон является частью будущей израильской конституции, надо ли его писать именно так. Итак, подытожим, я бы сказал, что это проявление, в принципе, достаточно распространенного израильского правила, что мы вот, это некая такая заплатка, это не закон, который видит лес позади деревьев, а это исключительно ситуативное некое политическое действие, которое на тот момент было очень выгодно тем людям, которые его инициировали. Действительно, у этого закона, он вызывает много вопросов, скажем так. Кстати, Михаил, извините, извините, но я не ответил на ваш вопрос, зачем это сегодня. Так вот я, собственно говоря, к этому и веду, я вас подвожу теперь к этому вопросу. Он действительно вызывает много вопросов, много проблем, много вопросов и тем для обсуждения. Но как коллеги Авидора Либермана по коалиции, так и противники в оппозиции задаются вопросом. Этот закон, его пересмотр, не был записан в коалиционных соглашениях. Пересмотреть его крайне трудно сейчас. Было понятно, что он вызовет очень сильное раздражение. И это в ситуации, когда коалиция и оппозиция у них то-то, ничья. Да. И вот теперь возвращаемся и к вопросу, почему сейчас? Ведь все эти вопросы, которые перечислил, дают повод заподозрить Авидора Либермана, что он просто хочет разрушить коалицию. В израильской политике, кстати, не только в израильской политике, арифметика это очень важно. То есть очень важно, сколькими голосами в парламенте, каким большинством вы обладаете. Но есть некие еще вопросы динамики. Вот та динамика, которая в последние недели создалась в израильской политике, она, конечно же, для коалиции отрицательна. Есть, витает в воздухе некое предвкушение, ощущение, что выборы состоятся в ближайшем будущем. И каждому политику необходимо за собой оставить некую свою поляну. Ведь если мое предположение верно, то в ближайшее будущее политикам, в том числе Авидору Либерману, придется объяснять, о чем же он отличается от, например, Беньямина Ганса, а нашему главе правительства Беннету придется отвечать на вопросы, чем же является его политика правой и так далее. Соответственно, Авидор Либерман хочет быть, быть может, этим самым первым, который за собой оставит вопрос, связанный с еврейским характером государства. Это позволит ему, быть может, навести мосты с друской общиной. Мы знаем, что в этой партии есть представители друской общины. Авидор Либерман, быть может, считает, что из этого политического колодца его партия сможет напиться. С другой стороны, не только Авидор Либерман видит некий потенциал пропагандистский в этом законе, но и Бенемин Ганс, глава партии Кахоль Лаван, министр обороны, он на днях тоже заявил, что будет настаивать на том, чтобы вопрос о параграф о равенстве был выведен как отдельно, быть может, закон или как поправка к существующему закону о национальном характере государства. Мое достаточно забавное, но при этом это не означает, что это не так, предположение состоит в том, что наши законы политики изначально пишут такими ущербными, чтобы на втором этапе, на более позднем этапе у них была возможность самим себя поправить и пересмотреть. Это, конечно, на самом деле замечательный трюк, которым, наверное, можно объяснить, почему большое количество наших законов написано так, как будто бы они предполагают вторую читку. Скорее всего. Михаил, большое спасибо, что нашли для нас время за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо. Всего доброго. На этом все. Напомню, что с нами на связи был израильский политолог и блогер Михаил Пелеверт. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok